Добрый вечер всем! Классно, что вы дошли на последний доклад. Это всегда очень сложно, особенно когда дальше идет автопати. Сразу хотел анонсировать приз за лучший вопрос. Персональная глиняная кружка, которую вы сможете использовать на этом автопате. Надеюсь, вам понравится. Так что задавайте вопросы. Сегодня я расскажу про эволюцию подходов к развитию мобильного банка Тинькофф с самого начала до текущего момента. Почему я могу это рассказывать? Потому что я сетевого мобильного банка, онлайн-привлечения, API-физлиц и достаточно большого количества других частей Тинькофф. Порядка 600 инженеров в моем управлении. Одновременно я провожу систем дизайн и трабл-шутинг, то есть и курирую эти секции. В общем, не забываю о том, как выглядят технические задачи. И если говорить о том, что такое онлайн-привлечение и мобильный банк, они вот тут представлены. Я буквально вчера скриншот делал того, как это выглядит, наш публичный веб, наш мобильный банк. И, собственно, когда я думал об этом докладе, я думал, для кого же я его расскажу. И мне казалось, что я его буду рассказывать для тех, кто интересуется вопросами, зачем масштабировать разработку, как это делать эволюционно, чтобы не вредить задачам бизнеса, потому что бизнес не любит, когда задачи их останавливаются. И о том, как выбрать целевую топологию команд. То есть когда у вас инженеров становится много, вопрос, как их организовать эффективно, их работу. И, собственно, финальная часть про то, как сбалансировать платформенную и продуктовую разработку. Сегодня про платформу рассказывали достаточно много, прямо в этом зале. Завтра про нашу внутреннюю платформу для разработчиков расскажет мой коллега, который в первом ряду сидит. В 15.50, по-моему. Так что приходите на его доклад. А сегодня я расскажу не про всю внутреннюю платформу, а про то, к чему пришли в мобильном банке. Как я буду рассказывать? Я расскажу в рамках вот этого таймлайна, что происходило с точки зрения техники в нашей компании. И, собственно, давайте начнем. Я хотел вспомнить, когда рассказывал про эволюцию, хочется начать сначала с того, как компания появилась. Появилась она в 2006 году. По факту это был дистанционный банк по модели, как у американского Capital One, то есть банк без отделений. Правда, на старте были только кредитные карты. Взаимодействие с клиентами будущими шло через прямые продажи почты, даже не e-mail, обычной почты. И у нас был колл-центр для того, чтобы взаимодействовать с нашими пользователями. Собственно, чуть-чуть больше диджитал мы стали через два года. В 2008 году появился интернет-банк. Честно говоря, очень сложно было вспомнить, как он выглядит, но веб-отхив помог. Сейчас без слез на вот это не взглянешь, но тогда это было в норме вещей. В общем, в целом, немного смешно было. В 2011 году, еще через три года, появился главный герой нашего рассказа. Это наше мобильное приложение. И появилось оно как дополнительный канал цифровой. На старте оно выглядело так. Были выбраны с базовой услуги, то есть карты, счета, платежи. Причем платежи только по шаблонам, которые можно было делать в интернет-банке. Само приложение было сделано на заказ у соцкомпании. И так как ты заказываешь вовне, обычно у тебя есть определенные способы взаимодействия. То есть требования к этому приложению были написаны поэкранно. И релизы самого приложения, они планировались изначально по версиям с каким-то определенным функционалом. И это важно. Почему? Потому что мы увидим следы вот этого подхода дальше в том, как работала команда. Даже когда мобильный банк стал топовым продуктом компании, то есть мы увидели, что он приносит конкурентное преимущество. И вот этот раздоботанный на аутсорсе продукт, он переместился в in-house, выдержал версию 2.3. И как раз в 2015 году мы взяли первые места в Android и iOS рейтинге MarksWeb. То есть выглядел мобильный банк в то время, как сейчас показано. И это была уже такая продуктовая команда. Выглядела она приблизительно так. То есть есть заказчики, заказчики в виде банка для физлист, банк для лист, страховая. То есть те продукты, которые уже появились в группе компаний на тот момент. Была общая IT-команда, порядка 20 человек с общей приоритизацией. У этого продукта был свой CPO. В команде, помимо IT-шной составляющей, еще были продакт-менеджеры, дизайнеры, аналитики, разработчики мобильные и куа-инженеры. Ну и требования не все еще писали по экранам. Процессы. Как выглядел релизный цикл? То есть заранее определялось, что должно войти в релиз. И дальше вот эта монолитная команда пыталась успеть все это сделать. Когда все было готово, это уезжало на пользователей. Проблема была в том, что обычно кто-то задерживается, и релиз начинает откладываться по времени. То есть он сдвигается, все недовольны. Кто-то работает больше, чтобы успеть выкатить это все. Все остальные ждут и пытаются понять, когда же релиз случится. Релизы были большие, крупные. Их было не очень много. То есть раз в 2-3 месяца выкатывался релиз. И архитектура. Да, архитектура тоже очень важна. Мобильное приложение тогда, это была монолитная история с небольшим разделением по горизонтальным слоям. И оно взаимодействовало в основном с API, с API-шкой apitinkov.ru. Тоже монолитная скала приложения. Ну и несколько сервисов рядом. Собственно, это был продуктовый этап мобильного банка. Это работало. Почему? Потому что было несколько всего основных продуктов. В их пользу могли приоритизироваться все усилия команды. Дальше. Команда была относительно небольшой. К 19-му году, когда я подключился к мобильному банку, IT-команда была в районе 50 человек. И это, в принципе, еще было менеджер руками. То есть руководители могли как-то понять, кто что делает, в каком порядке, то есть ручную приоритизацию впилить. И один из поинтов тоже, который не улучшал ситуацию, был в том, что приоритет всегда был на расширение функциональности этого мобильного приложения. По факту команды в основном пилили бизнес-фичи, а технические фичи, их пилили энтузиасты, которые периодически выгорали от того, что только их заботит инженерная составляющая этого продукта. Ну и крупные непериодические релизы устраивали бизнес. Почему? Потому что топ-приоритетные заказчики, они, в принципе, понимали, что их фичи-то точно доедут. Кровь из носа, они будут вовремя, может, с небольшой задержкой. А как раз неприоритетные заказчики, ну, как бы, сорян. Что поменялось? То есть на самом деле вот эти изменения, они не просто так происходят. То есть следующий этап начался с момента, когда наша компания рассказала о том, что мы делаем теперь не просто мобильный банк, мы делаем суперап. Суперап – это про то, что там должны быть все продукты компании. А все продукты компании, к моменту, когда был этот анонс, они выглядели приблизительно так. То есть тут основные бизнес-продукты расположены, их становилось все больше, и все они должны были оказаться внутри вот этого мобильного банка на тот момент. Одновременно в это время во всей компании у нас был шифт с точки зрения общей управленческой схемы от такой функционально-матричной схемы скорее к выделению понятных бизнес-вертикалей, сервис-линий и платформ. Причем многие айтишные продукты, вот, крупные, они стали платформами. Например, там есть дата-платформа, мэйль-платформа, оригинейшн-платформа, ну, наш суперап, который я теперь буду называть именно так, наш мобильный банк в прошлом, и суперап сейчас. И там платформа онлайн-привлечения, за которую я вначале отвечал, она тоже стала внезапно платформой. В чем суть вот этой преобразования была? В том, что на самом деле, если взглянуть на то, какие у нас тогда уже были приложения, их уже было, там, 4 основных, я их отобразил на рисунке, указав приблизительно размер соотношения команды, то есть какого размера команда каждого приложения была. И уже стало ясно, что есть какие-то общие компоненты, общие библиотеки, которые нужны всем этим приложениям. Появилась core-команда, вот, которая сейчас, например, ну, как работает как раз внутри управления базовых технологий, которая делает ту IDP-платформу, про которую будет Дима рассказывать, но тогда она была просто небольшой группой, которая эти общие библиотеки делает. Окей, мы про все приложения говорить не будем, давайте заглянем в SuperApp, что там внутри. А внутри на самом деле продуктов становилось и сервисов все больше. Ну, то есть их становилось все больше, и их внезапно нужно было параллельно развивать, причем параллельно автономно, и выдав какой-то капасити разнабодки и тестирования, ну, в общем, продукту, там, конкретной вертикали, например, страховой, и сказав, что теперь ты управляешь этими ресурсами, что из страховых продуктов и как должно быть, ну, как бы это твой уже вопрос. И дальше возникает вопрос, а как это нужно учесть? То есть вот эта одна сквозная большая команда уже не помогает. Первым делом, когда ты понимаешь, что должны быть автономно развиваться какие-то продукты, ты понимаешь, что большую команду надо поделить на много маленьких. Разделяя властвый подход. И делить-то нужно тоже с умом. По факту появляется какое-то количество бизнес-фичек Teams, которые отвечают за конкретный домен бизнесовой. Эти команды должны делать задачи из этого дела, их не нужно перемешивать, перекидывать. Не должно быть такого. Соответственно, одновременно ты понимаешь, что тебе нужны какие-то технически общеплатформенные команды. Например, релизная команда, платформенная, которая с архитектурой помогает новой. Команда, которая с перформансом приложения помогает, с надежностью. Но когда ты делишь одну большую команду на много маленьких, надо вспомнить про закон конвея. В чем суть? В том, что у нас обычная организация проектирует системы, которые копируют схему коммуникаций внутри и между командами. В итоге что получается? Что предыдущая схема, архитектура именно получилась монолитной. Была монолитная команда. Всем было удобно писать в общем коде и взаимодействовать без деления на какие-то домены и модули. В новой структуре команды отдельные и получается, что их коммуникация, схема коммуникации меняется. И старая архитектура уже не работает. Нам нужно менять архитектуру системы. Причем нам говорят, отлично, отлично меняете все, что хотите, делаете. Только фичи должны дальше поставляться. То есть эволюционно это делайте, не останавливая машину. Это, кстати, интереснее, чем просто остановиться, замереть и поменять архитектуру систем. Собственно, о чем я говорил? Покажу прямо на картинке. То есть архитектура, что было? Стандартная слоеная архитектура. То есть есть common libraries, как раз большую часть которых уехали в корт команду мобильную, про которую я упоминал. Дальше data access layer, как мы получаем данные, например, из опишек, как мы их храним. Дальше business logic layer, как логика тогда выглядит каких-то взаимодействий пользователя с нашими продуктами. И presentation layer, где можно увидеть красивый интерфейс. Потому что на самом деле они действительно были красивые и удобные, потому что когда компания думала на тему того, что это должен быть продукт, там очень много работали дизайнеры как раз над сценариями, на jobs to be done, сценариями, которые должны выполнять, ну хотели бы выполнять пользователя при помощи этого приложения. Поэтому с точки зрения именно дизайна все было достаточно неплохо. Потом мы таки говорим, ребята, у нас куча отдельных команд, и вы должны начать работать автономно. Все замечательно, но видите, там пунктирные линии между границами. Почему? Потому что когда у вас вот этот, ну как бы, слоеный монолитный код, где разделение на уровне технических каких-то принципов по слоям горизонтально, вы фактически приходите и говорите, а теперь поделите еще вертикально ваше приложение. Вот, на вот эти отдельные домены. Причем если вы раньше ходили и могли импортировать какой-нибудь класс, дернуть напрямую метод, то теперь вам нужен какой-то интерфейс, через который вы взаимодействуете с соседом, например, для оплаты билета. Вы, например, домен travel, покупка билетов, у вас есть как бы домен платежей и переводов, вам как-то нужно платить уже не зная про внутренность этого соседа. И, ну как бы, по факту вы должны прийти к чему-то такому, да? То есть есть свои модули у каждой команды, какой-то их набор, и они инкапсулируют внутри свою логику, а наружу торчат интерфейсы. Ну я вот кубики леган рисовал, чтобы было понятно, о чем речь. Окей, мы подумали, да, вот типа нам нужно туда идти, целевая архитектура такая, типа мы так развяжемся от зависимости. Вопрос, конечно, зависимости, ну типа так развиваться от зависимости классно, но в мобильном приложении, в отличие от там бэкэнда, фронтэнда или там еще других каких-нибудь подходов, ну не подходов, а систем, которые раздабатываются, очень сложно сделать микро что-то, да? Микро сервис, микро фронтэнд, ну типа микромобильное приложение, по-моему, нельзя сделать, ну то есть у тебя единый рантайм, и у тебя есть точка синхронизации, когда тебе нужно собрать все, ну то есть все фичи, короче, которые там сделали много-много человек, собрать один бинар и дальше его докатить до пользователей. И раньше, как бы, это была история про то, что мы коммитимся на весь скоп релиза и его доводим до конца, а в новой концепции мы говорим, вот есть дата, кто успел, тот уже съел, короче говоря, его фичи доезжают, вот, в этом поезде, а фичи, которые не успели, едут следующим, причем для этого пришлось все фичи и закрывать фичи тогглами, потому что дивертить коммиты, ну такое удовольствие ниже среднего. Вот, я, кстати, про это рассказывал, ну про часть из этого рассказывал более подробно на техлит.conf в прошлом году, поэтому не буду рассказывать в деталях, как мы там дальше действовали, потому что я хотел диф рассказать с прошлого года подробнее, расскажу, что с инженерной культурой получилось. Вот, по факту мы перевели процессы раздоборки, ну на канван-подход, формализовали их, внедрили при помощи деливери-менеджеров. Деливери-менеджеры – это такие ребята, которые помогают командам выставить процессы и одновременно помогают, например, CTO лучше знать, что происходит в этих командах, как инженерные практики и процессы на самом деле адоптятся. Вот, без них очень сложно понять, у кого что получается, что нет. Дальше договорились, что автоматизированное тестирование обязательно на новых фич. То есть до этого момента оно было опциональным, а то, что опционально, в принципе, мало кто делает. Стало обязательно. Дальше. В момент, когда мы поняли, что нам нужны более частые релизы и мы хотим еще вот этот календарь впилить, мы оценили, какой у нас регресс по времени ручной. И это было там дней 15, по-моему, рабочих, но там руками люди проверяли. Ну, то есть очень грустно все было. И нам нужно было этот регресс сокращать. Да. Дальше. Когда ты придумаешь какую-то архитектуру, тебе важно, чтобы команды ее как-то соблюдали. Да, и вот инженерные практики. Тебе классно бы впилить что-то типа fitness functions из эволюционной архитектуры подхода для контроля. Вот как ты автотестами тестируешь функциональность ваших компонентов. Также при помощи fitness functions ты можешь тестировать соблюдение каких-то договоренностей. Например, по поводу того, что мы не ходим теперь напрямую в логику модуля, а используем там интерфейс. То есть правильно выставим в зависимости между вот этими кубиками разных команд. Ну и дальше из-за того, что мы много наворачивали вот этой проверок фактически в пайплайнах, нам нужно было инфраструктуру для сборок приложений и прогонов тестов улучшать. В этом нам, кстати, очень серьезно помогали ребята из платформы Mobile Core Команды, о которой я много раз упоминал. Что у нас получилось на этом этапе, вот в платформенной истории и мобильном приложении? У нас получилось, что есть, ну сейчас это порядка 60 команд, порядка 400 инженеров, в которых есть большая часть команд, это фичовые команды, которые бизнес какую-то функциональность длит. И вот там условно 5 команд платформенных, которые помогают эту платформу сделать лучше, дать тулинг, правила, инструменты. У платформы есть CPO, помните, там был CPO, который развивал продукт. Сейчас есть у платформы CPO, есть CTO, ваш покорный слуга, delivery manager, ну там или head of delivery, head of development, head of key, ну то есть head of analyst. Их достаточно много, но они смотрят в разделье платформы, то есть горизонтальной. И на самом деле, если смотреть на промежуточные результаты, все стало гораздо лучше. Промежуточные результаты это там 21 год, можно сказать так. Ну наш суперап начал резиться большими релизами раз в 4 недели. Вот внутри этих 4 недель есть еще один слот для промежуточного релиза для команд, которые моделизировали свою логику и пилят в основном внутри своих модулей. То есть мы знаем, что они не заэффектят изменениями соседней, поэтому они могут релизиться на самом деле раз в 2 недели. Дальше. Сами процессы разработки описаны и внедрены в команды, но правда ответственность за соблюдение их на командах, на самих, и на выделенном delivery manager. То есть у команды обычно он есть, он один на несколько команд. А сами платформенные команды, они на самом деле помогли вот что сделать. То есть помогли внедрить новые архитектурные подходы к моделизации приложений, потому что изначально целевая картинка понятно куда, но как к ней идти, как нарезать эти модули, как делать правильные интерфейсы. Я вот в прошлом году как раз показывал кусочек про clean architecture, как ребята из Android прямо в RFC написали, как это выглядело, эти модули. Дальше. Наша команда надежности, она впилила кучу телеметрии, отгрузку и кучу телеметрии из мобильного приложения, чтобы мы могли видеть, насколько надежно оно работает. Дальше. Мы оптимизировали производительность, начали контролировать как раз в пайплайнах, что она не проседает сильно, то есть размер не раздувается, время не увеличивается, старта приложений и так далее. И получили возможность проактивно реагировать на это. То есть не когда релиз уже, ну типа приложение оказалось у пользователей, а когда мы увидели просадку этих метрик в рамках прогонов самого приложения. Да, и опять много было вложено в то, чтобы инфраструктуру улучшить, чтобы это все можно было проверять. Казалось бы, все хорошо. Бизнес понял, как им начать деливидить свои задачи внутри мобильного приложения, как условному какому-нибудь программе лояльности заехать в мобилку, или какому-нибудь другому геймификации, или нашему АИ-банку с рекомендациями, финансами, как там оказаться внутри, как сделать свой продукт, видимым для наших 20 плюс миллионов пользователей. но кажется, что это еще не все. И следующий шаг, он на самом деле самый интересный. Я именно про него очень часто и говорил с этими ребятами, про которые в начале был анонс. На самом деле бизнес, ему без разницы, так по большому счету, насколько ты быстро сможешь кнопки в мобильном приложении добавлять, или какие-то экраны. То есть его интересует сквозная какая-то ценность для пользователя. И поэтому нам нужно менять, доработки должны быть в сквозной цепочке поставки ценности. И что это значит на самом деле? Я про это чуть позже расскажу, но сейчас хотел рассказать, как вы можете, не дожидаясь бизнеса, понять, что что-то идет не так. И для этого я предложил вспомнить Team Topologies. Я когда-то пару лет назад писал на нее краткий обзор в трех частях. Для тех, кто не хочет читать книжку, но хочет понять основные идеи. И мне запомнилась оттуда часть, про как раз триггеры потребности в эволюции команд. На самом деле эти триггеры очень базовые. То есть первый триггер, софт стал чрезмерно большим для одной команды. Второй, темпы поставки значительно замедлились. И у вас должен быть какой-то анализ, что это устойчивый тренд. А не просто, например, в январе почему-то мы меньше заделили фичей. Хотя логично, что первые 10 дней в этом месяце никто не работает. И третья штука – это бизнес-сервисы. Опираются на раздозненный набор нежлежащих сервисов. То есть когда когнитивная сложность того, что нужно сделать, она зашкаливает. То есть ты как будто играешь в пазл лего, пытаясь собрать без инструкции какой-то замок. И ты думаешь, походу не соберу. И там есть помимо триггеров самих, есть симптомы. Симптомы, они очень базовые. Например, про симптомы чрезмерного роста. Стартап вырос за рамки 15 людей. То есть это когда одна команда там была. Многие команды тратят значительное время в ожидании изменений от другой команды. То есть вот эти зависимости от соседей. Дальше изменения в каких-то компонентах. Прямо нужно конкретно у Васи назначать, потому что только Вася знает, как это работает. Если Вася занят, надо подождать. И участники команды жалуются на то, что документации нет. Почти невозможно понять, что этот кусок программного обеспечения делает. Соответственно, следующая история – это симптомы замедления поставки. То есть обычно сами команды чувствуют, что все стало медленнее. Они приводят пример, что раньше мы могли гораздо больше за это же время успеть. Следующая история – метрики командной скорости имеют низкодящую тенденцию или пропускной способности, если мы там про какой-нибудь канбан говорим. Дальше сами участники команды жалуются, что процессы доставки стали сложными с меньшим количеством шагов. И если Work and Progress считается, то обычно в этот момент Work and Progress начинает увеличиваться из-за того, что зависимость у вас есть. Когда зависимость появляется, вы должны сделать паузу и не скушать твикса, а пойти взять другую задачу. И оказывается, что вы работаете над целой пачкой задач, но большая часть из которых чего-то ждет. Соответственно, последние симптомы для триггера чрезмерной сложности зависимости говорят о том, что команды не понимают, как выглядит end-to-end поток изменений, то есть где нужно доработать, чтобы докатить бизнес в value. Дальше очень сложно становится достигать быстрого процесса изменений, потому что слишком сложны интеграции с теми системами, от которых вы зависите. И попытки повторного использования становятся все сложнее. И вы не поверите, у нас все это было. Вот это все так или иначе присутствовало. И в принципе было понятно, куда это все стремится. И в этой книжке, на самом деле, если бы там было бы только это написано, наверное, не очень ценное было, потому что у многих эти симптомы снабатывают и у них подгорает, что что-то идет не так. Но там очень неплохо рассказывается про то, что есть разные типы команд, и они по-разному между собой взаимодействуют. И можно придумать, как ваши команды должны быть организованы и как они должны взаимодействовать. Суть в том, что есть четыре типа команд. Streamline команды, которые бизнес в value несут, и они целиком могут эту бизнес в value поставить. Есть enabling team. В нашем, кстати, контексте это приблизительно то, что делают delivery менеджеры, помогая настаивать процессы. Дальше есть complicated subsystem team. То есть это команда какой-то сложной подсистемы, навыки и умения, которые вы не хотите растягивать во все бизнес-команды. Потому что это был бы оверкил. И платформенные команды, которые позволяют с использованием платформ бизнес-командам гораздо эффективнее работать. И есть три типа взаимодействий. Один тип – коллаборация. Второй – это когда ты уже за сервис что-то используешь. И третий – это фасилитация, когда enabling team приходит, помогает Streamline team что-то делать классно. К чему я это все рассказал на самом деле? Я хотел показать прямо на примере, как мы этот подход у себя использовали. В чем суть? Помните, я говорил, что нам нужны доработки в сквозной цепочке поставки ценностей. Что это значит? До этого мы говорили всегда про наше мобильное приложение, SuperApp, все такое. Мы сделали историю, что куча отдельных команд, платформенных, фичовых. Но если посмотреть на весь ландшафт, то мы видим, что там есть еще куча IP-шек. Например, IP-физлиц, за которые я тоже отвечаю. IP-страховое, IP-инвестиции, там IP как бы кого… То есть очень много разных. Еще больше разных бэкэндов. Вы видите там три… три треиточия. Это значит, что там вариативность того, что может быть на самом… Ну, типа глубоко внутри, она очень велика. Вот. И в чем суть? Представим, что у нас есть выделенное бизнес-направление. У этого направления есть условный СПО. То есть тот человек, который должен это направление прокачивать. Ну, то есть типа развивать продукт, считать там PNL своего бизнес-направления, понимать, как эта штука… Как она зарабатывает деньги компании, как она помогает пользователям, какие сценарии закрывает. Все отлично. У этого человека даже есть ресурсы, на самом деле, выделенные. У него вот как бы вот вертикальная штука есть как бы фича и темы, которые в разных, на разных уровнях делают его задачи. В чем основная проблема? В том, что бизнесово вроде понятно, что нужно делать. У него даже есть технологи. Это такие ребята, ну, условно, бизнес-аналитики, смесь системной аналитики, иногда проекты и так далее. Ну, в общем, all-in-one. Вот. Как кардеж в Dendy, где была тысяча и одна игра, как бы. Вот. Собственно, эти ребята что делают? Они такие, окей, мы классно, ну, типа, мы классные, мы сейчас поймем, как бизнес должен работать. Придем и со всеми техническими командами договоримся. Они приходят в мобилку придумывать, что им нужно делать, в API придумывать, ну, типа, в back. Все что-то делают, потом собирают пазл, а каменный цветок не сложился. Ну, типа, не получилось. Идем на следующую итернацию доработок, и вместо того, чтобы, типа, выкатить какую-то фичу, там, условно, за месяц, можем катить три. Вот. Причем все в мыле, все бегают, типа, у всех, как бы, работа идет, все молодцы, только как-то результат не очень быстро получается, непонятно почему. Как мы решили это поменять? Мы сказали, окей, а давайте эти команды будут не как, ну, типа, разделены с забором, да, и перекидывать работу будут соседу. Они будут, скорее, ну, типа, в одной лодке. То есть, уже не будет вот этой истории кинь горячую картошку соседу. Пускай это сделает не мастер-система, например, на API будет считаться. Не, на API тоже долго. Давайте прям клиент будет все собирать сам, сходив в 125 мест. Вот. Ну, то есть, для такой концепции нужны определенные изменения. То есть, к этому CPO вот в костюме с короной должен добавиться условно-технический чувак, CPO, и delivery manager, который уже помогает не горизонтально процессы в фичовых командах настаивать, а пытается вот этот стрим улучшить. И назовем это stream-align командой. Вот. Ну, и, собственно, вот. Отлично. Мы придумали этот концепт. А что конкретно-то делать? Ну, то есть, так назвать легко можно, добрать людей, все замечательно, но ничего не поедет. Давайте посмотрим, как это выглядит внутри, да, то есть, для конкретной команды. Вот, смотрите, есть суперап. Как бы кусочек команды. Ну, можно, например, рассмотреть мобильное привлечение. Потому что я просто... Мы с него стартовали. Это пилотная была как бы команда вот такая сквозная. Там очень бодрый CTO пришел. Вот. Есть API-шная команда. Тогда была пара человек. Сейчас уже пяток. Есть там backend-системы. Backend – это кусочек origination платформы, которая отвечает за то, как эти методы торчат наружу. Ну, и, собственно, дальше. Что эти команды... Что команда делала для улучшения ситуации? Они занялись сквозным проектированием. То есть, по факту, теперь задача не просто каким-то технологам согласуется с разными командами. То есть, если у нас есть большая, реально большая какая-то история, то бизнесовая, то в этой истории точно участвует CTO. он понимает, типа, о чем мы делаем и может с этими техническими командами обсудить это и принять решение о том, где будет зарыта сложность, как будут выглядеть взаимодействия, учитывая мнение команд, но он может выступить арбитром. То есть, он может их рассудить и там не будет вот этого перекинь картошку горячего соседу. Следующая часть. На самом деле, помните, было поэкранное описание для мобильного приложения? Вот. И зачастую продуктов и дизайнеров это не очень парило, потому что они и так в фильме своей видели, как выглядит целиком процесс. Процесс движения, ну, в смысле, как выглядит этот сценарий, да, user story или jobs to be done сценарий или еще что-то. То есть, как пользователь будет получать это value. А для всех инженеров это уже не описывалось, им говорили, на экране там 125 добавится кнопка, на 126 какое-то окошко, на 127 еще что-то. И там собрать обратно, что происходит, было очень сложно. И многие инженеры говорили, скажи, что сделать, как должен point выглядеть, какие параметры прокинуть, например, опишник говорил. Бэкэнд-система говорили, какие данные мы будем получать с фронта и в какое поле сложим. А в мобиле тебе говорят, вот три экрана, на них нужно добавить такие компоненты и дернуть вот такие методы. Ты вообще перестал понимать, что ты делаешь. Для тебя было, как вот этой басни, когда один строит нотэдам де пари, а остальные копают яму, короче. Вот, как бы, у продуктов это был нотэдам де пари, у технарей копаем ямы. Вот, ну, это нужно менять, для того, чтобы можно было сквозным образом проектировать и понимать, о чем мы говорим. Ну, и последняя история, когда у тебя есть аналитики в каждой, как бы, в каждой вот этой небольшой команде на каждом уровне, тебе они на самом деле, вот новые концепции, такие аналитики не нужны. Тебе нужны аналитики, которые могут написать требования на сквозную историю, вот, и это новый челлендж, там, надо учиться чему-то новому, вот, этим ролям. Вот, сквозные процессы, отлично, то есть мы придумали, как мы будем проектировать эту ценность, а теперь нужно понять, а как мы вместе работать будем, вот, и вот история с процессами на самом деле решалась при помощи тех же delivery managers, то есть они помогали командам начать общаться, они были фасилитаторами, они организовывали общие встречи, фиксировали там договоренности, искали бутылочные горлышки, вот, если нужно, скалировали их наружу. Помимо этого, у этих сквозных процессов снимались определенные метрики, которые могли вот этому сквозному CTO давать понимание о том, команда там деливерит или нет, да, то есть типа time to market уменьшается, lead time, ну, хороший, cycle time, то есть и другие параметры, которые можно померить. Ну и когда процесс в инженерных командах более-менее настраивался, то появлялась история, что эти delivery managers могли пойти из downstream, ну, то есть где они настраивали процессы в upstream, то есть по факту к product, и начать задавать вопросы в стиле, смотри, дорогой, ты говоришь, что мы не очень хорошо работаем, хотя у нас вот такие показатели, мы выпускаем много задачек. Зачастую product говорил, но выпускаете не те задачи. Дальше его спрашивают, в смысле не те, не ты их ставил? Он говорил, но у меня есть более важные задачи. И дальше начался вопрос, а почему мы как бы делаем не важные задачи, когда есть более важные задачи, и ты фактически начинаешь помогать с приоритизацией вот этому product, то есть чтобы самые крутые для него задачи, они в первую очередь попадали в команды. Ну и последняя история, она в процессе, это история с сквозной архитектурой. То есть в старом концепте зачастую получение данных на фронте выглядело как как раз, как собери себе сам данные, сходи в кучу разных мест, померз же их, учити, ну типа проблема, если что-то не догрузилось. Ну и собственно в новой концепции ну это какой-то типа неправильный путь. То есть тебе нужно, ну вот теперь уже в одной команде, ты не просто, ну типа IP-шникам уже не просто сказать, что чувак, все ручки торчат, иди собери сам. Ну как бы, во-первых, нужно собирать на Android и на iOS совместно, во-вторых, собирают люди, которые больше про интерфейсы, а не про то, как целостно данные собрать, представить, обработать отказы. Ну и там еще история про то, что если ты так сделаешь, то ты в некоторых случаях можешь не на лету собирать данные, а строить какой-то рид-модель на основе потока событий, там где-то возможно. Это тебе сэкономит и не очень, как сказать, не очень доступные сейчас ресурсы, которые в рантайме ты бы тратил, чтобы собирать и одновременно улучшит юзабилити приложение, потому что ты гораздо большее можешь эти данные получать. Вот. Мы почти уже добрались до конца, потому что, смотрите, теперь у вас много таких команд, то есть первая полетела, вторая, третья, пятая, условно десятая. Возникает вопрос, а когда эти команды вертикальные начинают свои бизнес-фичи шарашить, типа вопрос, а как сделать так, чтобы у вас вот эта платформа мобильного банка не развалилась? Потому что, я же рассказывал, да, мобильное приложение его нельзя в виде микросервисов как-то распилить, раздать, раздеплоить отдельно. Это напоминает чем-то вот общагу. Я учился в МФТИ и после посвящения я помню, как это, части дверей не было, вот, на кухню было страшно зайти и так далее. Вот, типа, что бывает, когда нету governance, управления вот этим общим поведением. То есть, кто-то сделал что-то нехорошее и весь коридор страдает. Вот. Что мы решили делать с этим? Мы придумали набор обязательных правил для команд, которые они должны соблюдать. Он был очень базовый, описывал вот, что такое команда и какие у нее должны быть атрибуты. То есть, у команды должен быть технический руководитель, бизнесовый руководитель, у нее должна быть доска в Jira с бизнесовыми задачами, с техническими задачами. Было понятно, где их чат, ну, то есть, чтобы с ними списаться. Было понятно, где SD-группа, чтобы их нашли, ну, правильно заработились баги, ну, и так далее. То есть, фактически, некоторая, ну, типа, мета-информация о команде, которая должна быть обязательно. Без этого команды, ну, типа, не будет. Дальше. Важно отметить, что мы же хотели зафиксировать, как команды вот эту ценность делают, поэтому нам нужно было зафиксировать, что мы хотим по процессам разработки. И в них есть фаза девелопмент, когда создаются фичи. Ну, например, что, как бы, задача должна быть заспекана перед тем, как мы начинаем что-то, ну, типа, поделать. Задача должна пройти, когда готова, дизайн-ревью, потому что дизайнеры очень трепетно относятся к тому, чтобы сценарий работал так, как он должен быть. В задаче должны быть автотесты. Нет автотестов, задача, ну, как бы, никуда не поедет, ну, типа, сорян. И фаза диплоймент, то есть, история про, вот, как бы, про, помните, я говорил, вот этот бесконечный долгий регресс, и нам очень важно было его сверху ограничить и постепенно уменьшать. Вложено на то, чтобы вот этот процесс, когда мы готовим приложение к диплою к пользователям, зафиксировать и улучшить. Вот. Ну, и там финальная часть наших отделок, это история про то, как процесс эксплуатации выглядит. То есть, мобильное приложение оказалось у пользователей. Но там могут быть баги. Вот. Эти баги могут репортить наши внутренние сотрудники, которых там 60 тысяч, если считать с представителями. Вот. Могут внешние сотрудники репортить, в смысле внешние сотрудники, внешние ребята, то есть наши клиенты. Нужно как-то в понятных этих реагировать, потому что вот этот хвост багов, которые, ну, которые копились и закрывались, знаете, как, закрывались, когда выпускается новая версия, вот, мажорная, и старые баги становятся невалидными. Команды приходят, мы молодцы. Теперь у нас там минус, там, 125 багов у этой команды, там, 300 багов у этой. Ты такой думаешь, ну, в принципе, как наши комслужбы. Вот. Надо подождать мая и отчитаться, что теперь сосулек нет на этих, на зданиях, да, и снега тоже. Мы справились. Вот. И самое важное, самое важное, что когда ты вводишь эти правила, тебе нужно, чтобы они автоматически проверялись. То есть, если они автоматически не проверяются, ты проверяешь их как-то руками или на уровне договоренности, то ты можешь найти нарушение в момент, когда, ну, там, через 3 месяца после того, как оно было, прийти разбираться с командой, они такие говорят, а что ты так поздно пришел? У нас уже там коммиты перед бизнесом, у нас планы, мы это переделаем когда-то. И некоторые такие переделки, они там годами, ну, типа, постепенно переделываются. И ты такой думаешь, надо реагировать вовремя. Вот. Но, смотрите, я тут описывал вот этот генический уровень правил для команд внутри мобильного банка. Это как бы классно все, да? Вот. То есть, типа, как сделать так, чтобы вот качество не ухудшалось? Ну, то есть, качество процессов, ну, типа продуктов, в общем всего. А есть история про то, на что должны смотреть руководители платформы, да? Когда они вот эту платформу, там, сейчас платформой занимается человек в сумме мобильного банка, именно человек 70. Вот. Ну, нужно понять, а делают ли они что-то хорошее, пользу-то они приносят или нет. И нужно смотреть на метрики, которые я сейчас перечислю. На самом деле, я вдохновлялся white paper Facebook, ныне запрещенного у нас, вот, где они рассказывали про continuous deployment, который они выстроили у себя в интервале, ну, типа между 12 и 16 годами, когда у них разработчиков стало не 100 уже, полторы тысячи, вот они там как раз пришли к двухнедельным релизам. Вот. Это когда они еще нативные приложения делали, а не свой React Native. Вот. Первая история. Производительность разработчиков. То есть, если у тебя есть tooling какая-то, платформа, архитектура, тебе нужно, ну, типа проверять, что люди, там, свою скорость MR-ов и там, строчек кода, ну, то есть, она не падает, сильно не падает. Ну, как бы, и на самом деле это достаточно, ну, типа, как сказать, на уровне небольшой команды это достаточно тупые метрики, в том плане, что они не репрезентативны, а на уровне там сотен и сотен людей это достаточно репрезентативно. Причем, ты смотришь скорее не на конкретно Васю, Петю, еще кого-то, а смотришь на вот свои глобальные изменения. Например, ты сказал, теперь у нас релизы в два раза чаще, и ты понимаешь, что, ну, типа, больше вот этого беда, ну, то есть, типа, больше нагрузки на подготовку к релизам. Или ты такой, теперь у нас есть автоматизация, и все-таки стонут, ой-ой-ой, как тяжело, короче говоря, что нужно тесты писать. Ты такой, ну, давайте посмотрим на, ну, как бы, на каком-то горизонте, на эти метрики. Вторая история, как бы, производительность разработчиков, это классно, но, по идее, есть еще качество продукта. То есть, типа, ты можешь очень быстро релизиться. Просто выкини регресс. Ну, как бы, дальше вопрос, что будет с твоими метриками по количеству багов с прода. Вот, про хотфиксы, чайпики, ну, в общем, вот это все. И кажется, что это тоже очень важно, что ты эту часть не просадил. Ну, и третья штука, ее не было в самом Facebook, в whitepaper, про который я упоминал, на который там будет ссылка. Но это часть, которая неотъемлемо, нам нужна, про производительность команд. Можно смотреть про статистику их, то есть, сколько они делили по фичам. Можно оценивать, как меняется фрукт, фрукт относительно хэдкаунта. Что, типа, чем больше людей становится, ну, как бы, они больше фичей делают. Возможно, не в линейном, ну, как бы, не в линейной зависимости, но все же. Вот. И мы сейчас здесь. Мы, как бы, анонсировали правила. Мы эти метрики собираем. Как бы, вроде, все идет неплохо. Вот. По крайней мере, эта история менеджебл. И сейчас я хотел бы подвести итоги, причем в каком формате. Помните, я хотел ответить на, ну, то есть, на вопросы, зачем масштабировать разработку, как это сделать эволюционно, не мешая бизнесу, какая топология должна быть у команд, как вот балансировать платформенную продуктовую разработку. Если вы внимательно слушали этот доклад, то вы ответы уже знаете. Но я решил подбить такой, типа, выводы на том же таймлайне и рассказать, да, про них. На самом деле, вот, мобильный банк появился очень, как сказать, на этапе, когда компания была не очень большой, он появился именно как купленное приложение на аутсосе. То есть, ты не знаешь, это стрельнет, не стрельнет, тебе нужно быстро запуститься, ты просто заплатил, тебе сделали. Особенно, когда ты сократил скоп хотелок, ну, то есть, выделил только основные фичи, запустил и полетело. Дальше что? В какой-то момент стало понятно, что это конкурентное преимущество. Наличие хорошего мобильного банка, ну, типа, это важно для наших пользователей. И, когда ты понимаешь, что эта штука дает конкурентное преимущество, ты явно не хочешь, чтобы это делал подрядчик. Ты говоришь, мне нужно это in-house делать, это же моя кор-компетенция получается. Вот. Ты делаешь команду, и команду ты делаешь, ну, таким продуктовым подходом. Потому что, как бы, преимущество, оно появляется не потому, что у тебя есть мобильный банк, а потому что это сценарий вот этих пользователей закрываешь, которые они хотят выполнять. И, ну, это нужно делать как продукт. Соответственно, в какой-то момент ты понимаешь, что, окей, продукт это хорошо, но если у вас компания очень быстро растет и именно бизнесовых продуктов становится очень много, то в этот продукт очень сложно добавлять, ну, типа, фичи от всех этих бизнесовых продуктов. То есть, там начинается вот этот конкуренси, ну, типа, в общем, стыне гонки. Вот. Ну, то есть, проблемы начинаются, они начинают мешать друг другу, и, ну, типа, твоя схема управления и подходы к раздоботке, они не позволяют тебе делать все и сразу, как хочет бизнес. Приходит время платформы, и эта история с платформой выглядит прибыльно следующим образом. Вот у тебя была одна большая команда, стало много маленьких, вот, появились платформенные команды, причем все это сопровождается, ну, типа, ростом количества инженеров, они прям реально растут, как на дожжах, людей становится больше, как раз, чтобы эти автономные команды наполнить, они могли работать. Дальше ты должен менять процессы, ты инженерные практики впиливаешь, как раз, чтобы можно было, ну, типа, совместно работать успешно. И тебе еще архитектуру нужно приложение менять, прям переделывать. То есть, ты туда инвестируешь очень много. Это реально дорого. Следующий шаг у нас появляется в каком формате? То есть, у нас, мы, типа, научились на одном слое работать, и мы как раз можем уйти в историю, а теперь можем попробовать собрать вот эти сквозные команды и на самом деле сделать то, что хотел бизнес, и понаучиться быстро делать фичи целиком сквозным образом. И это, по факту, тоже влияет, меняет работу этих команд, меняет структуру коммуникаций. Вот. И когда у тебя таких много вертикальных команд, у тебя появляется история, что тебе нужно как-то управлять, ну, вот этим, как скажем, осуществлять управление вот этим, как бы, процессом внутри платформы, что эти вертикальные команды не пошли пилить только свои фичи. Сказали, да мне безразницы, что там у тебя в общежитии, вот в моей комнате отлично, а то, что там, ну, как бы, по середине коридора как бы куча, ну, главное не в моей комнате, все нормально. Ты такой, не-не-не, чувак, так не работает. Вот. И, собственно, вывод-то в чем? в том, что на самом деле вот у нас было ноль разработчиков в 2011 году, когда только приложение появилось, именно мобильных разработчиков. Сейчас, условно, разработчиков, тестировщиков порядка 400, которые занимаются этим мобильным банком, суперапом. И они вот делают это приложение лучше, ну, для клиентов. И я вам показал, как это все менялось, да, почему менялось, как мы к этому шли. Вы можете посмотреть, вы на каком этапе и как бы какой ваш следующий шаг, то есть что вас ждет дальше. Заодно, заметьте, что я вот четко упоминал о том, что это дорого, ну, как бы долго и сложно. То есть по факту каждый шаг вот этой, типа преобразования с точки зрения именно IT-менеджмента, управления там, сетапа команды, он там чуть ли не на порядке растит стоимость. И вот такой взаимной рост, он возможен, когда у тебя бизнес очень активно растет. То есть это запрос бизнеса. Не айтишники приходят и говорят, а давайте наймем 100 человек. А бизнес говорит, типа хочу делать в два раза больше задач, в три раза больше. Хочу, чтобы все эти продукты были там. Ты такой сидишь, ага, то есть у тебя перестраивается вот этот концепт в голове, ты говоришь, что это будет вам стоить столько, вот приблизительно так все будет выглядеть. И получаешь коммит, они говорят, да, нас все устраивает, типа, по нашим планам пенель сойдется, то есть мы заработаем на этом больше. Собственно, дальше материалы для изучения дальнейшего. Вот есть расшифровка этой статьи уже на моем медиуме. Есть QR-код для голосования. Я хочу услышать ваши вопросы, чтобы кому-нибудь отдать кружку. Спасибо большое. Пока несут микрофоны, я стал вашим клиентом в 12-м году и ездил за картой, чтобы ее получить. А куда? Куда ездил? Ну, где-то там, где-то в Москве. Окей. Пожалуйста, привет. Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первый, подскажи, пожалуйста, а кто описывает процессы, которые потом delivery-менеджеры внедряют? Это первый. А второй, на одном из слайдов ты сказал, что delivery-менеджеры вместе с командой ответственны за улучшение процессов. Правильно я понял, что вот кто-то описал процессы, они их внедрили, а потом еще идут и улучшают. И каждая команда может это делать по-своему. Окей, спасибо за вопрос. Сейчас я попробую с первого начать ответа, с первого вопроса ответить на него, а потом про второй. С точки зрения того, кто описывает процессы. Я там показывал, что вот у этой горизонтальной платформы мобильного банка есть свои руководители. CPO, CTO, Head of Куэй, Development, Delivery. По факту обычно мы эти процессы описываем, пытаясь понять, как в целевом формате эти команды должны работать. Но как сказать, это описание, то, что я рассказал в виде гигиенических правил. Там есть еще куча рекомендаций, как мы считаем правильно делать. Например, есть практика 3-амига, обсуждение задачи. Или есть практика написания тест-кейсов перед написанием кода, чтобы понятно было, как проверять. Или еще что-то. Но они такие опциональные, типа, как сказать, мы хотели бы, чтобы они были, но они необязательны. И в итоге с чего начинается? С того, что вот этот delivery manager, он приходит в команду и он не просто насаждает эти правила, он пытается понять, а что в этой команде, ну, типа, какие проблемы, с чем они сталкиваются. И дальше у него появляется какой-то план. Там есть обычно Team Lead команды, они вместе общаются. По факту в нашей целевой схеме, к которой мы хотели бы прийти, у команды, у Team Lead есть эти компетенции и delivery manager уже не обязательно. Но зачастую как бы у этого Team Lead нету в начале компетенции, то есть он как бы, его процессы, которые он, которым следует, это так исторически сложилось. И дальше этот человек приходит, начинает разбирать, что исторически сложилось, рассказывает, где там бутылочная горлышка и как вот внедрить вот эту хотя бы базу, ну то есть типа гигиенический уровень, так чтобы это работало, а потом что-то более сложное. Это первый вопрос. Второй про улучшение. Ну я про него чуть-чуть ответил, то есть delivery manager на старте, то есть приходит и начинает помогать, но в концептуальном, ну типа, в концептуальном плане хотелось бы, чтобы внутри команды был человек, которому можно было бы это отдать, ну вот этот потенциальный там Team Lead. Проблема в том, что люди, короче, которые позиции вот Team Lead там разноботки занимают, ну iOS, Android, их во-первых два, во-вторых, они часто очень глубоко ну типа в разноботку шли, то есть они не очень про people management, не очень про процессы могут быть и ты просто можешь не передать эту ответственность. В итоге delivery manager сопровождает такую команду, пока там не найдется кто-то, кто потянет эту эту штуку сам. Но ответственность должна быть ну типа не на delivery manager, иначе он превращается в такого типа скорее project, который типа всем указания дает, а командой он продает изменения, то есть он объясняет, показывает, фасилитирует, то есть такой soft power. А если это не помогает, то приходит hard power, ну типа, условно говоря, из вот этих горизонтальных ребят, ну типа, и они приходят и начинают задавать неприятные вопросы. Я прям вижу ваше кулуарное будущее. Стой, отдай красивому мужчине. Не уходи. Пожалуйста. Спасибо за доклад, очень интересно. И мой вопрос будет больше про такую техническую часть. Ты говорил про распил мобильного принадлежения, их тем более два, Android и iOS. Насколько близки мы вот к тому, чтобы все-таки отказаться условно от отдельных разработок на iOS на Android и жить все-таки с веб-мордой нормальной. Вот как сейчас условно в текущих условиях Сбер и ВТБ живут. Спасибо, да, за вопрос. Но Сбер и ВТБ живут не от хорошей жизни. Вот. Если это не очень хорошая жизнь наступит и у кого-то другого, наверное, тоже придется как-то жить. Вот. Но суть в чем? В том, что у нас достаточно высокий уровень ожиданий от интерфейса и вот этих сценариев. И мы пробовали WebView для части сценариев. Обычно это там на 3 с плюсом типа WebView завернутое в нативное приложение отрабатывает. И все сценарии, которые у нас так были реализованы в пилотной версии, ну типа те, которые нам нужны, мы по факту обратно в натив переводили. Так исторически сложилось, что у нас был Android, iOS на Java и Objective-C. Мы перешли на Kotlin и Swift, ну то есть типа старых уже этих артефактов. Я думаю, совсем не осталось. Может быть, где-то в каких-то местах они есть, но как бы скорее всего их почти там гемеопатических короче дозах. Вот. И соответственно в чем фишка? В том, что скорее нас интересует не WebView или там WebModa, а например там часть из нашего приложения, которое для мобильного оператора, оно например использует Kotlin Multiplatform. Ну то есть пробовали там бизнес логику реализовывать. Приложения для тиньков журнала например React Native пытаются делать. Ну то есть ну тоже как бы такой типа способ немного сэкономить и посмотреть что получится. Если говорить про Web, я про него как-то рассказывал, как мы публично его переделали. Ну типа именно не личный кабинет, а все остальное перепилили там на микрофронты, как там архитектура была сделана там на ArcDays 2019. Личный кабинет у нас в этом плане ну как дипломатично скажем, что он не слишком активно развивался, потому что никто не знал что грядет, а пользователи с Web утекали с Web версии и смысла ее очень активно развивать не было. Поэтому сейчас мы конечно работаем с низками, думаем что делать, но даже если придется типа очень бустить это направление, я не скажу, что пользователи порадуются, потому что скорее всего будет деградация некоторая, ну юзер экспириенс на Web у нас одна минута и два вопроса, вот быстро раз, два, остальное в кулуарах, потому что здесь в семь начинается network сессия. Спасибо за доклад, вопрос про Streamline Team, действительно ли там у вас представлены все компетенции со всех интеграционных например систем и всегда ли это эффективно, например, какой-нибудь кредитный конвейер может интегрироваться в моменте с десятью там, с десятками различных систем и которые в моменте от спринта к спринту могут быть невостребованы, то есть чем они занимаются тогда. Вот, я расскажу то есть история в чем с этим с мобильным привлечением как раз конвейер вот это все история в чем в том, что мы вот в этих внутренних системах тоже пошли в сторону платформизации. Например, история про то, как мы открываем продукты, как скорим, ну типа верифицируем человека, это история как раз ну типа логика размещена в оригинейшн платформе. Соответственно у этой оригинейшн платформы есть кусочек, который обеспечивает интеграцию с клиентами. И по факту вот этот стрим-алайн команда она не всю платформу захватывает, она вот серый кубик внутри оригинейшн платформы цепляет, а остальное использует как платформенное решение. Ну типа просто использует общие сервисы, общую логику, которая там реализована. Как бы не знаю, понятно объяснил, нет, но в общем в целом там не нужна вот эта история, что если ты как-то касаешься кредитного конвейера, что ты всю эту команду включаешь. По факту тебе нужно скорее часть сервисов из платформы использовать, и у тебя есть люди, которые это умеют делать. Ну вопрос, как ты ее организуешь. То есть изначально становится, то есть если команда вот эта большая была в виде сервис какой-то истории, то есть делала задачи под заказ и не умела в платформизацию, она вот в этот момент ей начинает становиться бутылочным горлышком. Она говорит, а я не умею в таком формате, ты мне дай задачу, а мы как-то ее выполним. И вот эти штуки как раз выглядят как симптомы, что нужно меняться. И вот это условный кредитный конверт говорит, ага, то есть мне нужно разделиться на часть основная, то есть движок, еще что-то и вот эта часть с интеграциями, которые мы сможем в эту команду засунуть вертикально. Кому чашку дарим, Саша? На самом деле самый интересный вопрос это последний, потому что это как бы боль. То есть там реально не все так просто, как я рассказывал. Великолепно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok